Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмири и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня мы с вами будем кушать отбивную курочку, здесь корейская морковка и картошка фри маминого приготовления. Ссылочку, значит, на картошку я вам оставлю на рецепт. И ссылочку на морковочку тоже. Как всегда, свой режим дня, говорю. Я сегодня утром встала рано, пошла сдавать кровь, у меня даже рука не сгибается. Я сдала кровь из вены, как же это жутко, и у меня так много крови взяли. Потом, когда я пришла домой, мама говорит, ты что не живая, ты не могла спросить, почему у тебя взяли так много крови. Я думала, так и должно быть. Я в таких вещах вообще не в курсах. У меня взяли три шприца. На три анализа. Мама говорит, что это много. Я же не знаю. Ну, взяли и взяли, я думаю. Наверное, надо раз взяли. Это же кровь. Она же восстанавливается. Это же не почка. Потрясающее просто настроение. Хотя, знаете, я себя не вау чувствую, но мукпанг снимать решила. Я когда пришла домой, у меня вот немножко вот рука вот здесь вот прям болит, она посинела. Не знаю, с чем это связано, но, в общем, наверное, так и должно быть. И бабушка мне просто рассказала такую историю. Моей бабушке 87 лет. Она говорит, когда я получала паспорт, должны были у меня из пальца, говорит, взять кровь, чтобы узнать, какая группа крови у меня. И врач, который работает в паспорт столе, сейчас это Асан Хидмят, но в их времена я не знаю, что это было. Ну, в общем, она дала взятку врачу 50 монат, чтобы она не брала у нее кровь. Я говорю, а как вообще в паспорте написали группу крови, и ты вообще, говорю, угораешь, что ли? Сколько я сегодня смеялась над этой ситуацией. Вы просто представьте. Человек, не дай бог, попадает в больницу, и что смотрит на него в паспорте. Вторая положительная. Ну, все. Заливает ему кровь. А оказывается, у него, например, третья отрицательная. Блин, это могут быть такие последствия. Я говорю, ты что, бабушка, как ты могла пойти на это? Слава богу, у меня бабушка здоровая. Я как бы никогда особо в больницу не попадала. А все почему? Свежий воздух, здоровая еда, деревня. Всегда подвижный образ жизни. Скачет всегда. Она такая, знаете, активная. Но просто страшно представить, что бы было бы, если бы бабушки влили не ту кровь. И какие претензии могли быть к врачу? Врач бы сказал, это ты сам, идиот. Зачем ты даешь взятку, когда тебе пишут в группу крови? Бабушка вообще обожает. Мне кажется, ей так настроение поднимает. У меня аж слезы. Вот, два раза переделывала макияж. А еще бабушка, знаете, одну историю рассказала. Это давно было, не сегодня рассказала. В общем, она говорила, что мой папа, когда был маленький, он очень хотел пойти в школу раньше всех. То есть его братья уже шли в школу, а он, получается, был маленький. Он из-за этого плакал. И бабушке тоже было как-то некомфортно. Ребенок плачет, что делать. И бабушка подделала документы. Представляете? Она прям тот мошенник еще. Не то, что подделала документы. Она просто подделала справку. Я говорю, бабушка, а где ты взяла печать? И она говорит, у нас просто была, говорит, чернильница, и снизу этой чернильницы было мелко что-то написано. И я, говорит, просто обмакнула в чернила эту чернильницу и поставила печать. Готово. Раньше с этими вещами бабушка, говорит, строго было. И даже вот этого директора, который взял учиться в класс маленького мальчика, то есть который не достиг шестилетнего возраста, потом что-то у него проблемы были с работой и так далее. Из-за того, что бабушка решила пораньше отправить своего ребенка в школу. Я говорю, хей-хей! Ты еще всяточница, еще та мошенница. обожаю свою бабушку. Она вообще такой, знаете, открытый человек, она может рассказать просто все, что угодно. И даже сейчас она не понимает, что она пренеправильно сделала, что дала взятку за то, чтобы ей в паспорте написали второе положительное. Просто потому, что она боялась прокалывать палец. Я целиком и полностью доверяю больнице, в которой я сейчас прохожу обследование. А я не стала переспрашивать, зачем так много крови. Ну, надо, значит, надо. Мама наоборот говорит, ты что, говорит, не живая, что ли? Ты что, спросить не можешь? Говорит, что здесь такого? М-м-м, как же вкусно. Острые. Рецепт будет Найкок. Я не знаю, на момент того, как я буду выкладывать это видео, уже этот рецепт будет Найкок или нет. Это точно я гарантию вам не даю. Но в течение дня обязательно. Сегодня в воскресенье никого просто не было в больнице. Работала только лаборатория. И там вот эта лаборантка такая милая, такая классная. Мне просто хотелось ей сказать, иди обниму тебя. Ты в воскресенье тут работаешь. Такая милая девушка. Я очень надеюсь, что мои проблемы будут решены. Я просто с радостью сниму для вас видео, что вот я избавилась от всяких прыщей и так далее. И буду делиться с вами средствами вообще. Как же вкусно, ребята. вообще люблю куриное мясо. А в таком предутавлении вообще. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, какие видео нравятся вам больше. Длинные или короткие? Я всегда снимала короткие видео. Но проблема в том, что когда ты ставишь перед собой, например, много еды, ты не успеваешь это все сесть за 10 минут. И тебе приходится что-то вырезать. А когда вырезаешь прям все, видео получается какое-то бессмысленное. Вот раньше, например, я когда долго что-то жевала, я этот момент как бы вырезала. Потому что я думала, что это неинтересно. и старалась как бы максимально сделать видео короче, чтобы вы могли посмотреть как можно больше видео. Но сейчас я даже не знаю, потому что как будто мои подписчики поделились на два лагеря. Кому-то нравятся длинные видео, кому-то нравятся короткие. Может, не туда, не сюда. Может, не тебе, не мне. Не 30 минут и не 10, например, делать 15. Или 17. Так вот, обязательно напишите в комментариях. Вкусно. Как быстро это все схомячу. Вот так вот выглядит. Как назвалось? Как тебя звали-то? Корейская морковка. Какая острая. 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 Я сразу увидела этот комментарий, и мне вопрос тоже очень понравился. Реально актуальная тема, потому что у меня парень учится за границей. Часто такое, конечно, бывает, что, например, студенты уезжают, например, учиться в магистратуру, например, да, или по калавр там учиться, чтобы переехать, но в случае моего парня это было не так, он не собирался никуда переезжать, он просто хотел получить образование где-то за границей. Ну, типа там лучше учиться. Мне кажется, фигня все. Ну, он говорит, что он получил очень много опыта, очень много нового узнал. Вот в таких вещах мы очень разные, на самом деле. Иногда вот какие-то моменты политические или еще что-то, он вот требует с меня, что я должна знать это все, я живу в этой стране, я вот до тонкости должна это все знать, и вот в таких моментах мы немножко не сходимся характерами вообще. Я ко всему отношусь позитивом, у меня нету как бы... У меня нету интереса к политике, вообще нету. Не знаю, каких-то мировых химиков, мировых, не знаю, каких-то известных людей, кто такой Эйнштейн, кто такой Гитлер. То есть, честно, вот, может вы меня тоже сейчас осудите? Нет, сто процентов вы меня осудите в комментариях. Я понимаю, что каждый человек это должен знать, но мне это не интересно. Я это не запоминаю, честно. Так, следующий. Вот, ребята, круг моих интересов. Вот. О, курочка. Ой, какая курочка. А что касается вопроса, нет, мы не собираемся никуда переезжать, и в этом, кстати, мы мыслим одинаково. И я не собираюсь никуда переезжать, и он не собирается никуда. Даже если у меня будет, например, 100 миллионов подписчиков, и компания Google позвонит мне, Сужа, ай-ка, Эмили, мы тебе предлагаем тут работу. Приезжай работать, 10 тысяч долларов твои вместе. Хотя не знаю в таком случае, чтобы я сделала, но мне очень комфортно жить здесь, и вот я жила в России и живу здесь. В Баку, например, люди очень добрые, люди очень, как сказать, доброжелательные. Если ты на улицу упадешь, тебе все помогут. Если ты спросишь дорогу, то тебя проводят прямо до этого места. Если ты идешь дома, да, с сумками, тебе всегда помогут парни. Ты, например, садишься в лифт, а там ждет еще парень, и он вместе с тобой не сядет в лифт, потому что он считает, что, ну, может, тебе как-то некомфортно будет в его присутствии, и он подождет следующий. Ну, не все, конечно, такие, но сами бакинцы, они такие, они очень культурные. Я-то родилась в деревне. Вот. Поэтому мне очень комфортно в Баку, и я никуда переезжать не собираюсь, мне здесь очень нравится. Есть какие-то моменты, которые, например, злят меня, например, да, но они есть везде. Вот эта доброжелательность людей, она скрывает все недостатки. горячий чай, как в тему. Вот кто-то говорит, вот в Европе там пенсионеры получают столько, средняя заработная плата столько, но, блин, они столько и налоги платят. Это то же самое, что отбирать у богатого и давать бедным. Я считаю, что это нечестно. Потому что богатый, ему тоже не сыпалось все с небес, правильно? Станьте тоже умнее из-за работы. выучен языки, устройство на хорошей работе. Опять же, вы можете быть не согласными со мной. Я это вижу через свою призму. Но я очень рада, что мы, то есть, парнем одинаково с мыслями в этом плане. С мыслями мыслями. Ой, с лимончиком, как вкусно. Я вообще посела последнее время на лимон. Монтирую видео, просто сижу, пью воду с лимоном. Мне настолько это нравится. Это куриная грудка. И, если честно, она даже вкуснее, чем наггетси. Если можно такую приготовить в домашних условиях, зачем идти в Макдональдс? Незачем. Но мы все равно пойдем, правильно? И осталась морковка. Макдональдс. Ребята, мне и одно весело. А на этом все. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочь, для меня безумно приятно. Я вас всех очень-очень сильно люблю. С вами Плайка Эмили. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok